Счастье. 9 июня 1991 года. Приятно снова быть с вами. У нас здесь подходящее количество людей. Именно столько, сколько я люблю. Я всех знаю, и поэтому мне нужно быть осторожным с тем, что я говорю. Позвольте задать вопрос. Вы счастливы? Я имею в виду по-настоящему, очень-очень счастливы. Нет. Это честный ответ. Почему? Не отвечайте. Кто-то несчастный по той причине, что все еще не знает, кем является. Это единственная причина. Если бы вы действительно осознавали, кто вы есть на самом деле, вашу настоящую природу, счастье бы сочилось из каждой клеточки вашего бытия. Это просто чудесно. Счастье есть. Ни у кого нет причины быть несчастным. Несчастные люди воспринимают мир слишком серьезно. Они слишком серьезно воспринимают себя. Они думают, что все реально, что оно будет продолжаться. Нет разницы, какое положение вы занимаете, что происходит в вашей жизни, где вы находитесь. Единственное, что вы должны сделать, это примириться с собой. Когда вы понимаете себя, как вы можете быть несчастными? Ваше «Я» – это истинный «Я» Вселенной. Ваше «Я» – это сознание. Сознание – это просто быть осознающим ваше счастье. Быть полностью осознающим. Когда вы полностью осознающие, вы не можете не быть счастливыми. Почему? Поскольку то, что мы называем счастьем, – это субстанция существования. Это основополагающая причина всего. Не судите по видимости. Не смотрите на вещи, веря, что они такие. Живите в моменте. Можете ли вы быть несчастными в моменте? Ещё раз, единственная причина, почему вы несчастны, – это потому, что вы думаете о каком-то обстоятельстве или ситуации, которая вам не нравится. Правда? Вы думаете о чём-то из прошлого. Или вы беспокойтесь о чём-то, что должно произойти в будущем. Это единственная причина, по которой вы грустны и несчастны. Но если вы научитесь жить в моменте, если вы научитесь быть осознанным сейчас, как вы можете быть несчастными? Потому что сейчас – это блаженство. Просто не думайте. Живите сейчас. Если вы действительно не думаете и проживаете сейчас, то вы в блаженстве. Сейчас – это реальность. Сейчас – это конечное единство. Сейчас – это освобождение. Но вы позволяете вашему уму рассказывать. «Ой, сегодняшнее утро – сплошное дерьмо». Почему вы так думаете? Вы думаете об обстоятельствах. Вы думаете о ситуации в вашей жизни, которая вам не нравится. Вы думаете о чём-то, что где-то в каком-то месте не так. И вы верите, что это будет длиться вечно. Мы не меняем обстоятельства. Мы меняем себя. Как вы знаете, вы практически всю свою жизнь меняли обстоятельства. И когда вы попадаете в новую ситуацию, всё кажется розовым. Но через какое-то время у вас происходит по-старому. Новизна потрепалась, и вы снова несчастны. Таким образом, чтобы быть счастливыми, вам нужно что-то делать. Вы должны много смотреть телевизор, или ходить в кино, или читать газеты, или читать книги, или быть увлечёнными какой-то ситуацией, с тем, чтобы вам не нужно было думать. Вы будете слишком заняты, чтобы думать. Но когда вы одни, когда вы наедине с собой, когда никого рядом нет, как долго вы можете просидеть в одиночестве, пока не сойдёте с ума, или не разозлитесь на что-то, или не включите телевизор, или же не выпьете бутылку пива, или же не пойдёте в боулинг, или же не займётесь чем-то. Даже те из вас, кто идёт на природу, лазят по горам, наслаждается цветами и деревьями, вы делаете это, потому что на самом деле считаете, что радость, любовь и всё, что вы видите, находятся вне вас. Даже красота так называемого мира ошибочна. Вы от чего-то убегаете. Вы стремитесь к красоте вне себя. Вы должны научиться тому, что красота – это вы. Вы есть радость. Вы есть цветы, которыми вы так наслаждаетесь. Вы являетесь деревьями, океаном, небом и горами. Всё это исходит из вас. Если бы вы действительно осознавали, что вы этим являетесь, разве бы вы бенгли повсюду, в поисках чего-то? Всё, что вы хотите, находится внутри вас. Вы есть то. Даже отношения. Вы ищите отношения с кем-то, чтобы они сделали вас счастливыми. Чтобы вы могли наслаждаться их компанией. Чтобы вы могли их любить. Чтобы вы могли быть с ними. Но я могу вас заверить, что внутри вас находится большая любовь, большая радость, больший покой, чем вы можете найти где-либо ещё. Правда. Вы всё это имеете. Нет ничего. Ничего, что вам нужно извне. И с вами ничего никогда не может случиться. Потому что нет никого, кто бы мог заставить это случиться, кроме вас. Когда вы начинаете ошибочно думать, то представляете, что с вами могут произойти самые разные вещи. Вы представляете, что потеряете свою работу, что станете банкротом, заболеете, умрёте от заболеваний. У вас есть самые разные воображения. Это единственное, что делает вас несчастным. Вы можете только научиться смотреть внутрь, погрузиться внутрь себя и отождествиться с истинным «я». Соединиться с истинным «я». Я не могу вам описать ту радость, которую вы испытаете. Вам никуда не нужно идти. Вам ни с кем не нужно встречаться. Вам ничего не нужно делать. Вам просто нужно быть собой. Вы – радость мира. Возникает вопрос, необходим ли гуру? Необходим ли учитель? Подумайте над этим вопросом. Определение гуру – это выход из темноты в свет. Гу – это темнота, ру – это свет. Поэтому, когда вы слышите, как дети говорят «гу-гу-гу-гу», они в темноте. Они проживают мир, поэтому они говорят «гу-гу». Потому что они уже подсознательно понимают, что мир – это темнота. Но когда вы говорите «ру», это свет. Поэтому гуру всегда должен быть мудрецом, который выводит вас из темноты к свету. Как это происходит? Мудрец дает вам понять, что вы есть одно. Он не говорит «я гуру, а вы мои ученики». Он заставляет вас увидеть, что вы есть то одно, что никогда не рождалось, никогда не сможет умереть. То, что является нетленным, что есть абсолютное сад чита нанда. Вы есть одно. Вы есть это одно прямо сейчас, такие, какие вы есть. Что я подразумеваю под тем, что вы такие, какие есть прямо сейчас. Если прямо сейчас вы думаете, что вы тело, или что вы деятель, или что у вас есть проблемы, или что что-то не так, это не вы. Но если прямо сейчас вы живете так, как я упоминал ранее, в сейчас, в вечном сейчас, тогда вы есть это одно, Именно такие, какие есть прямо сейчас, в эту долю секунды. Если вы думаете, то портите это, потому что мысли всегда о прошлом или о будущем. Даже если это о прошедшей минуте или будущей минуте, вы портите это, потому что они центрированы в сейчас. Итак, вы есть брахман, именно такие, какие вы есть прямо сейчас. Гуру должен сказать вам это, дать понять, увидеть и почувствовать. Не всем нужен гуру. В качестве гуру может быть и дерево, и гора, и озеро, и цветок. Вы слышали об этом, но позвольте это объяснить. Когда дерево становится вашим гуру, оно больше не является обычным деревом. И это вы сами. Вы отождествляетесь сутью дерева, которое и есть сознание. Вы не видите дерево, как дерево. Сначала вас привлекает именно красота дерева, или горы, или озеро, или чего-то еще. Но если вы просто видите дерево, как дерево, то разочаруетесь. Потому что листья опадают, жучки атакуют дерево, люди могут срубить его. Однако, если вы спонтанно и разумно отождествляетесь с деревом, оно станет вами. И суть его красоты – это суть вашей красоты. В этом отношении дерево – ваш гуру. Поэтому гуру в человеческой форме – это существо, чьи слова в тишине вы ощущаете в своем сердце. Это точно так же, как с деревом. Суть гуру – это ваша суть. Есть только одно. Поэтому, когда ученик искренен в своей духовной практике, когда он ставит это превыше всего остального, когда он продолжает работать над собой, автоматически гуру, который находится внутри вас, как магнит, привлечет и притянет вас к гуру вовне, который на самом деле является вами. И это может дать вам возможность подняться выше и стать освобожденным. Вы должны перестать видеть себя в качестве человеческого существа. Вы должны ловить себя. Каждый раз, когда вы думаете, что что-то не так, что кто-то вас обидел, что кто-то вас раздражает, когда на работе или дома что-то идет не так, не будьте обыкновенным человеком, не реагируйте на это. И не верьте в то, что если вы не будете реагировать, то все ухудшится. Я могу сказать вам, что каждая ситуация, которая происходит с вами, необходима для вашего роста. Ошибок не бывает. Все, через что вы прошли, все, через что вы проходите, совершенно необходимо для вашего духовного роста. Если это не выглядит правильно для вас, осознайте, что это реагирует в ваш ум. Это реагирует в ваше эго. Как с этим справиться? Просто наблюдать. Не вовлекайтесь в споры, борьбу, попытки что-то изменить. Просто наблюдайте. Если вы можете наблюдать и не испытывать возмущения, тогда вы прошли этот тест, и вам не нужно будет его повторять. Но если вы разозлились, расстроились, хотите свести счеты, если вы все время думаете об этом и испытываете ненависть и враждебность, хотя ситуация уже прошла, тогда вы снова встретитесь с этой ситуацией. Опять и опять. Снова и снова. Так будет, пока вы не научитесь не реагировать на нее. Вселенная – это университет образования для души. Перед тем, как мы сможем пойти выше и пробудиться, у нас должны быть эти маленькие озарения, когда мы начинаем чувствовать, что нет ничего неправильного. Нет совершенно ничего неправильного. Если вы только сможете жить в моменте и чувствовать, что я говорю, все в этом мире, все в этой вселенной станет вами. Поэтому такие люди, как Иисус и другие, могли сказать, «Все, что я имею, – ваше». Имея в виду, что сознание есть блаженство, а блаженство выражает себя в качестве мира, Вселенной, вас. Живите в этом блаженстве. Откажитесь признавать что-либо другое. Кажется, что если вы не признаете что-то, в вашей жизни что-то пойдет не так. Но вы не сделаны для того, чтобы что-то шло не так в вашей жизни. Вообще нигде нет ничего неправильного. Так как что-то может быть не так в вашей жизни? Даже если вы верите, что Бог заправляет всем этим шоу, Бог не может быть хорошим и плохим. Иначе Вселенная, в которой мы живем, была бы капризной. Луна бы столкнулась с Солнцем, сначала бы из семени вырастала пшеница, а потом из того же семени розы, если мы живем в капризной Вселенной. Здесь не существует двух сил. Есть только одна сила, и вы можете называть ее Богом. Она пронизывает все. Если она пронизывает все, и нет такого места, где ее нет, как же могут быть проблемы? Чтобы были проблемы, должен существовать Бог и что-то еще. Но все, что вы должны сделать, это небольшая медитация. И вы увидите, что есть только Бог в качестве всего. И нет места для Бога и чего-то еще. И так вы говорите, откуда появляются болезни? Откуда появляются нужда и лишения? Откуда появляется человеческая жестокость друг к другу? Я должен спросить у вас, кто это видит? Кто это видит? Большая часть мира – это толпа. Большая часть мира видит нужду, лишения, болезни, человеческую жестокость друг к другу. И поэтому все продолжается. И кажется, что это коллективно происходит повсюду во Вселенной. Но потом появляется горстка тех, кто не участвует в этом параде. Такие люди слышат звук другого барабанщика. Вот как это начинается. Эти люди больше не признают зло как реальность. Это может быть фактом, но чьим? Тем, кто живет в снящемся мире. И снова все факты обречены на изменения. Поэтому все, что является фактом, никогда не может быть реальностью. Реальность подразумевает, что она одна и та же всегда, вечно и без изменений. Гармония – это реальность. Любовь – это реальность. Радость – это реальность. Блаженство – это реальность. Вы есть реальность именно такие, какие вы есть, а не когда вы думаете. Когда вы начинаете думать, то можете поспорить со мной, и сказать, «Как я могу быть реальностью, если я испытываю одно и другое?» Вы думаете, поэтому вы так говорите. Но если вы просто будете оставаться, как есть в моменте, тогда вы являетесь реальностью. Когда вы начинаете думать об этих вещах, то поднимаете себя все выше и выше. И снова, поскольку вы очищаете свое личное сознание от прошлых кармы и самскар, внутренний «я», гур внутри, приведет вас к гуру вовне. И когда вы будете сидеть на сатсанге, то услышите все то, что говорится в тишине. И что-то случится. Вы начнете ощущать, что нет рождения, что нет причины для этой вселенной. Это просто придет к вам. Ситуация не то, чем они кажутся. Вселенная – это всего лишь мечта. Все это придет к вам само по себе. Например, лишь и древности не имели ручек и карандашей, чтобы делать заметки. У них не было магнитофонов и кассет. У них не было газет или книг, чтобы читать. Однако, если вы почитаете Упанишады и Венды, то обнаружите, что эти риши, эти мудрецы, хотя они и не знали друг друга, все пришли к одинаковому заключению о реальности. Потому что они смогли погрузиться глубоко внутрь себя. Они смогли увидеть, что этот мир не существует. Тело не существует. Ум – это не реальность. Они смогли соединить свои тело-ум со своей собственной природой, которой есть сознание, абсолютная реальность. Тогда они стали абсолютной реальностью, чистым осознаванием. Они хотели распространять это из уст в уста, но не смогли, потому что осознавали, что мир не существует. Так что на самом деле нет никого, кому нужно что-то распространять. Только кажется, что есть другие. Среди других есть некоторые люди, которые готовы быть освобожденными. Эти люди сидели у ног риши, и они стали мудрецами. Вот как это слово распространялось. Потом стали писать, появились манускрипты, и многие люди получили возможность прийти к этой истине, читая и слушая мудрецов. Но сейчас я должен сказать вам истину. Ничего этого не существует. Все, что я вам сказал, это для учеников детского сада. Зачем вам что-то, чтобы пробудиться, если ваша божественная природа уже пробуждена? Зачем вам прилагать усилия или преодолевать обстоятельства, или исправлять свою жизнь? Во сне, которая вам снится, вы наделяете важностью ваше человеческое состояние. Это единственная проблема, которая у вас есть. То, что вы наделяете важностью свое человеческое состояние. Как только вы это делаете, появляется совсем другая ложь о том, что вы должны исправлять обстоятельства, что вы должны делать одно и другое. Но все это ложь. Сознанию нечего делать. Абсолютная реальность есть абсолютная реальность, такая, какая она есть. Ей не нужно практиковать какие-то садханы, петь мантры или делать что-то еще. Почему бы не пробудиться сейчас? Чего вы ждете? Решите для себя, что пробудитесь прямо сейчас. И позвольте своему уму обратиться к вашему сердцу, в котором есть чистое осознавание. Сделайте это. Некоторые из вас все еще спрашивают, как это сделать. Через молчание. Проживай этот момент сейчас. С реальностью ничего не происходит сейчас. Никто не страдает. Сейчас это единственный момент, который у вас есть. Пребывайте в сейчас. Все совершенно прямо сейчас. Почувствуйте это. Не думайте об этом. Почувствуйте. нет вчера, нет завтра, нет завтра. Все ваши так называемые грехи были превзойдены. Нет прошлого и нет будущего. Вы полностью живы сейчас. Прямо сейчас. Наслаждайтесь. Помните, что как только ваш ум начинает думать, держитесь за него, наблюдая его, и возвращайтесь в сейчас. Каждый раз, когда вы уплываете в мыслях, не забывайте ловить себя. Многие из вас позволяют своему уму убегать. Оставайтесь в моменте. В данном моменте ничего не происходит. Момент – это вечность. Если вы правильно это делаете, то должны начать ощущать, как внутри вас поднимается радость. Радость, блаженство, покой, который вы никогда не испытывали раньше. Почувствуйте это. Больше ничего не существует, кроме этого покоя, этой любви и этого осознавания. Называйте это так, как вам нравится. Это не важно. Вы есть то. У вас есть что-нибудь, в чем бы вы хотели признаться? И это хороший день. И это хорошие песни. Хорошо. Хорошие замечания. Сегодня у нас маленькая группа, поэтому вы можете задавать вопросы, которые держали при себе. Никто об этом не узнает. «Роберт, я думаю, что это мир насекомых». Мир насекомых? Что вы имеете в виду? Просто наблюдая людей, включая себя, люди действуют скорее, как насекомые, бегают друг по другу. Каким насекомым вы бы хотели быть? Нет, я не хотел бы быть насекомым. Я просто наблюдал, что... Кузнечиком. Мне нравится, когда муравьи ползают по этой... Это вы так видите. Так они себя ведут. Если когда-нибудь присмотреться к этому, то вы заметите. Но вы должны задать вопрос, кто это видит? Кому это приходит? Кто тот, кто думает, что все как насекомые? И почему я так думаю? Потому что вы отождествляетесь с человеческой жестокостью друг с другом. И вы не видите Бога. Вы не видите реальность. Вы не переживаете сознание. Вы переживаете противоположное. Поэтому вы чувствуете, что все как насекомые, которые ползают друг по другу. Это точно так же, будто бы вам снится сон, и вы верите, что сон – это правда. Но если бы вы проснулись, то осознали, что это неправда. Точно так же с вами. Вы видите этих насекомых, потому что думаете, что этот мир жестокий, что люди такие-то и такие-то. Но кто это видит? Обычно мы видим то, чьим являемся. Поэтому должно быть вы их главнокомандующие насекомые, если вы видите их, как другие насекомые ползают друг по другу. Но познайте истину о себе, и вы познайте истину обо всех других. О, Роберт, я просто хотел сказать, что наш 17-дневный котенок прямо сейчас умирает. Поэтому я хотел бы попросить всех, если можете, вознесите маленькую молитву в его честь прямо сейчас. Потому что его состояние очень быстро ухудшается, и я уверен, что любая помощь поможет. Кирима, я могу сказать от всего сердца, что ваш котенок в хороших руках. Нечем беспокоиться. У нас есть какие-то объявления? Можем ли мы это прочитать? Да. Это называется «не сдавайся». Когда что-то идет неправильно, как иногда бывает. Когда дорога, по которой вы идете, кажется, требует больших усилий. Когда средств мало, а долгов много. Когда вы хотите улыбнуться, но вам приходится вздыхать. Когда вас угнетает забота, вам действительно стоит отдохнуть. Но не сдавайтесь. Жизнь с ее изгибами и поворотами может показаться очень странной. И многие разворачиваются, хотя могли бы выиграть, если бы постарались. Не сдавайся, хотя темп может казаться медленным. Ты можешь преуспеть во время другого порыва. Часто цель ближе, чем кажется слабому человеку. Борез часто сдается тогда, когда он уже мог выиграть кубок победителя. Но спустилась ночь, и он слишком поздно узнал, как близок он был к золотой короне. Успех – это поражение, вывернутое наизнанку. И никогда не знаешь, насколько ты близок к победе. Это может быть близким, когда кажется далеким. Поэтому борись, держи самый тяжелый удар. Именно когда все кажется еще хуже, ты не должен сдаваться. Есть еще одна маленькая поэма в конце. Называется «Как считать». Считайте свои благословения и сохраняйте свои кресты. Считайте свои приобретения вместо своих потей. Считайте свои радости вместо своих напастей. Считайте свои улыбки вместо своих слез. Считайте свои храбрости вместо своих страхов. Считайте свои добрые деяния, а не свое зло. Считайте свое здоровье, а не свое богатство. Рассчитывайте на Бога, а не на себя. Вы бы хотели что-нибудь сказать еще об этом транскрипте? Кири Маэн сделали еще один транскрипт. Он очень хороший. Если вы желаете иметь себе копию, дайте мне знать. Если каждый из нас сделает по 10 копий, мы можем принести их сюда на следующей неделе, и каждому достанется по одной. Кстати, эти транскрипты для вашего личного пользования, и вы можете поделиться ими с друзьями. Но, как вы знаете, у меня нет амбиций и целей. Поэтому, пожалуйста, не посылайте это на радиостанции или ТВ-каналы. «Вчера мне позвонили из Романа Шрама в Индии. Они получили один из этих уроков от кого-то, и теперь хотят, чтобы я водился с Центром Кришны и занимался там странными вещами. Я бы не хотел в это вовлекаться». «Романа Шрам хочет, чтобы вы водились с Центром Кришны?» «Да, мне позвонил парень, которого зовут Рэдди. Он сказал, что помнит меня, когда я был там 35 лет назад. Он тоже хотел узнать мой адрес, чтобы, когда они приедут сюда с группой, они могли остановиться у меня дома». Смех. «Здесь мы не готовы к таким вещам. Пожалуйста, не отсылайте транскрипты странным людям». «В духовности все странные». «Я знаю, вы правы. Тогда никому их не отсылайте». Смех. «Мы не готовы ни к чему такому. Заводите Ашрам». «Конечно же, я не хочу идти на какую-то телевизионную программу или радиобеседу, или заниматься чем-то в таком духе». «О чем мы еще поговорим?» «Поговорите о смерти». «Смерти нет, есть только жизнь. Поэтому на самом деле здесь говорить не о чем. Смерть – это ложь. Кто умирает? Только эго». «Есть ли эго у кота?» «Конечно, у кота есть свое эго». «Может ли животное получить реализацию?» «Конечно, все что угодно может получить реализацию. Потому что все уже реализовано». «Что тогда останавливает животных?» «Ничего». «Они реализованы?» «В действительности все реализовано. Листок, таракан – все реализовано». «Тогда проблема только у людей, а?» «Человеческое существо является частью всего. У людей нет проблем. Вы отделяете себя. Есть только сознание. И мир существует как сознание. Поэтому все, что существует, является сознанием». «Даже ум не разделяет нас?» «Нас ничего не разделяет. Разделения нет. Это ложное представление. Все разделение – это ложное представление. Когда я говорю «единствие», включается все. Животное, насекомое, деревья, океаны. Все есть Бог. Все реализовано. Нет исключений. Есть только одно. И вы есть то. Роберт, вместо того, чтобы грустить, когда приходит смерть – это относится и к животным, и к людям – мы должны как бы быть рады, что эта душа или что-то там ушло в реализацию? Нет. Мы не должны быть рады и не должны быть грустными. Просто быть. Единственная причина, по которой у нас есть другие мысли и эмоции – радость и грусть, потому что мы обособлены. Если бы мы могли видеть единство, тогда мы бы понимали, что все является нами. Смерти нет. Есть вечная жизнь. Смерть – это неправильное наименование. Ничего не умирает. Все меняется. Есть постоянные изменения. Для кого? Для всех, кто хочет смотреть. Тот, кто видит изменения – это личность, которая считает себя телом. Когда тело больше не видится, нечему меняться. Вы видите мир так, как вы видите себя. То есть вы видите, как вы меняетесь, стареете и умнеете. Потом вы также видите, как меняются все остальные. Но когда вы осознаете, что вы неизменны, вы всегда были одним и тем же, и вы всегда одно и то же, то вы как школьная доска. Тогда все эти изображения просто наложены на доску. И на доске нет ничего, что исчезает или появляется? Доска, вещи появляются, вещи исчезают, и вам кажется, что вы возникаете. Кажется, что я возникаю, но на самом деле нет? На самом деле это не возникает, только кажется, что возникает, а потом кажется, что исчезает. На доске есть картинка вас, как ребенка. Потом она стирается, исчезает. Потом вы подросток, и это стирается. Потом вы вырастаете, и это стирается. Потом вы такой, какой вы сейчас, и это стирается. Но доска никогда не меняется. Вы доска или изменения? Я все это. Это верно. Правда, все в порядке. Я думаю, что вы дело говорите. Дела у меня на голове. Игра слов. Смех. Я бы хотел кое-чем поделиться. Конечно. У меня есть дочь, ей семь лет. Ей время от времени нравится задавать вопросы о смерти. Обычно это происходит, когда она засыпает. Она сказала, я думаю, что когда умираешь, наверное, это облегчение, выбраться из этих мышц стянутой кожи. А потом она сказала, есть одна вещь, от которой невозможно избавиться. Я спросил, что это? Она сказала, наше сердце. Ммм. Это умно. Где она этого знала? Она пришла с этим. Вчера вечером она говорила о том, что очень глупо праздновать дни рождения. Она не видит смысл в том, чтобы праздновать день, когда мы родились. А потом она еще поговорила об этом немного и сказала, я думаю, что хорошо праздновать нашу радостность. Хороший ребенок. А как остальные ваши дети? Они все такие же. А как ваш муж? Он тоже хороший. Я думаю, у него нет проблем. Хорошо. Я о том, что вы же поддержите его какое-то время. Когда хотели отпраздновать день рождения Рамана в Ашраме, Рамана сказал то же самое о днях рождения. Он сказал, что это так иронично, что мы празднуем день рождения, потому что на самом деле это как бы день смерти. День рождения того, что мы считаем себя обособленными. Это как суицид. Это рождение эго, но смерть истинного я. Так почему кто-то хочет это праздновать? Вот что сказал Рамана. Верно. Потому что дарит подарки. Кто хочет получать подарки? Смех. И все собираются вместе и желают вам всего хорошего. И говорят, что ты выглядишь так же, как ты выглядел в десять лет. Смех. Пока вы считаете себя телом, вы можете праздновать. Потому что если вы считаете, что вы тело и не отмечаете свой день рождения, тогда вам будет грустно. Правда? Правда. Разве не так? Ага. Иначе говоря, вы не можете рассказывать себе, я не буду праздновать свой день рождения. У вас еще нет осознания, и вы все равно будете думать о своем дне рождения. Вы будете думать, что вы на год старше. И что если бы вы отмечали свой день рождения, то получили бы подарки. То есть вы будете чувствовать себя грустно. Рамана мог так говорить, потому что он относился к другой категории. Вот что я имею в виду, когда иногда говорю, мы не должны обманывать себя. Не заставляйте себя страдать. Например, если я говорю, что природа, деревья, горы, океаны находятся внутри вас, и вам не нужно никуда идти. Это правда, если вы можете переживать это. Но если вы не можете переживать это, тогда не нужно запираться в своей комнате, отказываться от того, чтобы что-нибудь посмотреть, ничего не признавать и все время говорить «я есть истинный я». Вы сойдете с ума. Делайте то, что приходит естественно. Наслаждайтесь всем, пока не наступит такое время, когда вы сможете наслаждаться собой. Все, что должно случиться, уже случилось. Мы просто должны расслабиться и смотреть, как оно разворачивается. Роберт, вы сказали, что нашей единственной свободой является не реагировать на обстоятельства. Я размышлял над этим. И я подумал, что наша единственная свобода – не быть «я». Это верно. На обстоятельства реагирует «я». Когда вы не «я», никого не остается, чтобы реагировать. Поэтому первое, что вы делаете – устраняйте «я». То есть наша единственная свобода в том, чтобы не отождествляться с умом. Уничтожая «я», когда вы убиваете «я», ум тоже уходит. То есть все ошибаются, весь мир. Я не знаю. Забудьте о мире. Весь мир занимается прямо противоположным. Не обращайте внимания на то, чем занимается мир. Что делаете вы? Я делаю противоположное. Так делайте это. Не забывайте поклоняться себе, любить себя, молиться себе. Потому что Бог пребывает в вас, как вы. Я люблю вас. Покой. Все хорошо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ